Анатолий Эдуардович, здравствуйте! Сегодня мы находимся в, пожалуй, не побоюсь этого слова, одном из уникальнейших инновационных мест на площадке вашего Юскай-центра, который находится на территории научно-исследовательского технологического парка в Шарджи. Полгода назад здесь прошла презентация первого этапа реализации проекта нового городского транспорта, где вы показали высокопоставленным гостям, международным СМИ, не только комплекс в тропическом исполнении, но и основную необходимую для него инфраструктуру. Мероприятие, конечно, вызвало большой интерес у общественности. Тогда же вы анонсировали дальнейшие этапы строительства комплекса. Как сейчас обстоят дела и что сделано за это время? Как продвигаются работы? Конечно, мы не останавливаемся в своей работе ни на минуту и продолжаем реализацию проекта национного городского транспорта нового типа, нового поколения в Шарджи. Но вы правильно отметили, что около года назад мы начали опытную эксплуатацию тестовой трассы номер один, в станции этой трассы мы находимся, с гибким рельсо-струйным путепроводом длиной около 500 метров. Ну, здесь три пролета, 100 метров, 200 метров, 100 метров, еще где-то по 50 метров ненапряженные участки, поэтому общая длина трассы где-то 500 метров. Необходимо отметить, что наш комплекс включает в себя не только, собственно, грузовой и пассажирский подвижной состав нового инновационного типа, как обычно это понимают. Транспорт – это значит подвижной состав. Нет. Сюда входит и вся необходимая инновационная инфраструктура второго уровня. Это станция технического обслуживания подвижного состава, это пассажирская станция, это рельса-струнно-путевая структура, система ядроснабжения и связи, инженерные сети и другие элементы. За это время нам удалось именно в полевых условиях, вот на этой жаре, основываясь на реальных факторах, провести испытания и оптно-промышленную оптимизацию всех основных процессов, элементов, узлов, техпроцессов, отработать правила эксплуатации системы автоматического управления, решить вопросы технического обслуживания станций. У нас есть еще рельса-струнная стакада, есть система автоматического управления, инженерных сетей их очень много, благоустройство, ну и другие структурные элементы. Следующим важным этапом стала сертификация транспортно-инфраструктурного комплекса «Юскай» в тропическом дизайне. Ну, имеется в виду дизайн, это не просто картинки, это техническое решение, это промышленное решение. Со всеми основными конструктивными элементами в соответствии с международными стандартами в Объединенных Арабских Эмиратах, которые мы успешно прошли в 2021 году. Ну а стандарты, требования в Эмиратах, они соответствуют мировым, это естественно. Все эти предшествующие работы позволят нам определить оптимальное транспортно-инфраструктурное решение. В настоящее время на территории центра «Юскай» строятся еще две тестовые линии. Вот я на первой пассажирской станции нахожусь. Она небольшая, потому что это тестовая станция, и здесь маленький пассажиропоток. Кстати, вот сертификация ответствия, где показана сертификация нашего комплекса. Именно как комплекса, где, вон видите, сколько составляющих и технологии, и узлы, элементы, и станции, и опоры. Все это вошло в комплекс и в сертификацию. Ну, сейчас мы поедем на Юникале в тропическом исполнении. Мы его сделали в исполнении, потому что первым пассажиром планировался шейх, его высочество, который руководит шаржой. А фактически мы переработали городской шестиместный Юникар в обычном исполнении на четырехместный в тропическом. Все, мы внутри тропическом Юникара. Как я сказал, он уже четверыхместный. Два кресла сделаны и два еще сидения для сопровождающих лиц. Поэтому здесь усилено кондиционирование и усилена батарея. Накопитель энергии, потому что на охлаждение, на кондиционирование надо трасса больше энергии, чем на движение. Вот мы сейчас разгоняемся. Восемнадцатом году, в двадцать. Двадцать пять. Здесь скорость небольшая, потому что трасса короткая. Тем более она с седлами. Седлась проектирована на скорость шестьдесят кетра в час. Поэтому мы проходим на мягче скоростей. И когда городские трассы будут, то и станции близко, то все равно скорость более высокая не будет. И для городских линий, где станции находятся близко друг к другу, то трасса идеальна, потому что она очень дешевая. Здесь путевая структура, но весит всего лишь, если взять двухпутную трассу, пятьдесят килограмм на погонуме. Это взять железнодорожный рельс, с него можно построить, допустим, Р-65. Такой же длины нашу струнную дорогу, провисающую от типа. Поэтому это действительно уникальная система. И когда сертифицировали, тоже сертифицирующий орган удивлялся тем параметрам, которые мы достигли. И по эффективности, и по ресурсоемкости у нас минимальный расход материалов, по надежности, по возговечности, по воздействию всего диапазона температур. Здесь вот эти тропики, на солнце, конструкция, можно нагреваться до 70-80 градусов. И вот то, что мы уже около года эксплуатируем фактически, потому что должна даже не тестовая эксплуатация, а, можно сказать, коммерческая. Мы только не берем там за билеты, деньги, а вообще-то достаточно много людей катаем, показываем. Кто ездит, допустим, на канатных дорогах, ну, это небо и земля, между тем, что у нас, и на канатных дорогах. Там неустойчиво, там за канат, он колеблется, ветер сразу тоже начинает колебаться, скорость там вообще, даже если там 20 метров в час, это достаточно высокая скорость. Вообще предельно для каната вдруг 40. Если взять рынок городских перевозок, то вот это решение, которое мы сейчас уже эксплуатируем около года, которое сертифицировано, это идеальное решение. Ну, здесь еще одна машина стоит, это грузовая для перевозки контейнеров. Тут вообще уникальный случай был. Мы-то планировали трассу под пассажирские перевозки, при этом, естественно, Юникар имеет определенный вес, определенную массу, и именно на эту массу рассчитана путевая структура. Ну, у нее есть запасы прочности, трехкратные, даже пятикратные. И поэтому, когда, ну, Юникар весит где-то 4 тонны, и когда стал вопрос, а как посмотреть грузовую, трассу грузовое решение, то я решил сделать тогда наш контейнер небольшого размера, то есть это может быть наш стандарт, в который, кстати, ну, все, что войдет, нужно для перевозки. И вот этот размер, это же больше, чем чемодан, в котором мы там путешествуем, допустим, или там, или багажник автомобиля, где мы тоже перевозим всякие вещи, да. И поэтому мы сделали небольшой вот контейнер, грузоподомцы, до пяти тонн, и уже демонстрировано две машины, он тоже в тропическом исполнении, пассажирский и грузовой, грузоподомцы, получено, а подано, ну, не менее ста заявок. Они сейчас не рассмотрены. С 2019 по 2021 год были изрегистрированы 20. Музыка 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 компьютере у меня тоже второй компьютер специально поставлен чтобы слышать себя видеть и спасибо всем тем кто вот сейчас находится непосредственно в комнате мирополис не всегда наша комната мирополис хорошо работает но ничего у нас по ресурсам по нашим взаимоотношениям мы с ней идем дальше да я сейчас включаю демонстрацию заодно посмотрим как у нас про идет происходит происходит демонстрация все ли в порядке так есть вижу все друзья идем шагаем благодарю всех и вот вижу здесь знаете в чате вижу с прошлого еще раза кто-то писал благодарю за внимание к моему дереву это вот шапирова валентина да и а какая у нас чуйка что мы пришли в проект когда он был в начале да это супер герой нет вы знаете вот еще раз читаю прям хватает зуду за душу это мой первый пойму и проект я постоянно инвестор 2014 года это шапиро валентина если ударение неправильно делаю вы меня извините да и здесь вот дальше полякова валентина пишет благодарю всех нас кто продолжает инвестировать проект это действительно так мы самые 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 как это знаете я вы видите вот демонстрация в своем плане есть да в в в в в Продолжение следует... Продолжение следует... Для напоминания все то, что у нас... Если кто-то будет, допустим, смотреть в первый раз для всех наших предыдущих или новых партнеров, это наш логотип SkyWorld Community. Это именно та инвестиционная площадка, которая финансирует или помогает проекту выйти в жизнь. Я бы вот так сказал, да? Это даже, наверное, правильнее. Это та именно площадка, через которую мы именно помогаем проекту стать частью. Стать частью и выйти на мировой такой рынок. Те, кто меня не знает, Владислав Волков, меня зовут. Я представляю от SWC SkyWorld Community Бельгию. И еще на сегодняшний день я являюсь руководителем отдела... Не знаю, с чем это связано, но... Вот так работает... Иногда бывает, что все хорошо, а иногда бывает, что вот как-то вот с перебоями работает наша площадка. Значит, пройдемся быстренько. Анатолий Дуазович Веницкий – это основатель именно этой технологии, о которой мы вкратце сейчас скажем. О ней очень много сейчас информации в интернете. Очень много, правда. Очень большое количество правильной, корректной, хорошей информации. Это тот человек, который более 40 лет уже именно неустанно продвигает вместе с нами, теперь уже с партнерами. Без партнеров, конечно, не получилось бы. И он всегда благодарен нам, партнерам. Я тоже партнер. И те, кто присутствует, тоже партнеры. Если есть возможность, напишите в чате, кто с какого года. Юницкий String Technologies. Это наш новый ребрендик. Мы теперь называемся так – Юницкий String Technologies Incorporated. Это наш бренд. С этим брендом мы выходим на мировое, я так и сказал бы, на мировой рынок, на мировую дорогу, да. Буду перезагружаться по ходу. Иногда она все-таки стабилизируется, да. Иногда стабилизируется и все в порядке. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Раз-раз. Да, слышно. Друзья, буду перезагружаться, но ничего страшного. Иногда бывает, что все-таки Мерополис принимает как-то там, не знаю, с чем это связано, но вот как-то есть. Вот. Вот. Юнистский String Technologies мы на сегодня называемся. Формообразование мы уже в прошлый раз проговорили, да. Я в прошлый раз, извиняюсь, я сказал Unibike, а у нас на аббревиатуре идет вот этот значочек, переходящий от Unibike. Unibike, конечно же, Unibike, U4621. Я прослушивал свою запись и обнаружил ошибку. Так что у нас первая машина, которая поехала и формообразование, вот этот красивый фирменный знак, конечно же, Unibike. Двухместный Unibike. UST. Вот так мы имеем его на сегодняшний день. Это наша формообразование. Оно очень красивое, популярное и значимое. Вы знаете, узнаваемое. Узнаваемое и, ну, действительно такое классное. Вот сами задайте себе вопрос, приятно ли вам смотреть на такое формообразование. Формообразование, ну, в прошлый раз проговорили, что, помните, что Adidas, Casio, там, Toyota, Siemens и так далее, Jensen & Johnson, все эти компании вот именно... Друзья, идем дальше. Работаем, работаем. Даже в таких условиях нас не остановишь. Нас не остановишь. Идем дальше, да, друзья? Так, формообразование мы проговорили. Значит, UST мы теперь так красиво... У нас есть свой теперь фирменный сайт, ust.incorporated. Транспорт инфраструктурные решения там есть. Можно все пересмотреть, просмотреть и получить оттуда полную информацию. Сайт необычный, сайт действительно потрясающий и такой, ну, значимый, да? Там вся полная информация по инфраструктуре, по гармоничной инфраструктуре, по автоматизации системы управления, по подвижному составу. Есть рельсы струнные, струнные эстакады и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поехали. Работаем дальше, друзья. Друзья, так, работаем дальше. Алло, алло. Так. Угу. Так, демонстрация экрана есть. Здесь у нас все есть. Идем дальше. Выбивает немного, но идем дальше. Значит, путевая структура, мы про нее знаем. Гибкая, провисающая. И суперлегкая колтюбинговая труба, да, красивая очень... Красивая машина, извините. Вот. И полужесткая, вот на полужесткой структуре мы сейчас видим, как... Именно тот Unibike, аббревиатура, которая, или форма, формообразование в логотипе, которого использовалась. Он очень красив. Это первая была машина, которая, вы помните, да, стартовала в каком году? В 2016, 29 ноября 2016 года. Да. Проверяем, чтобы... Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, перезагружаемся и все равно идем дальше. Так что прошу принимать это как бы так, нормально, да? Значит, путевая структура, так, жесткая еще у нас есть путевая структура и грузовая путевая структура. Анатолий Эдуардович очень много рассказывает сейчас, в последнее время дает интервью. И очень много говорит о существующей ситуации вообще полностью по машинам, по составляющим. Вот вы видите сейчас машину пятого поколения. Где-то в чатах я читал, почему она такая скошенная, она стала не очень красивая. Но на самом деле эта машина совершенно другая, дополняющая наш модельный ряд. Но она по-своему красива. Потому что это уже пятого поколения машина. И она уже нафарширована всевозможными техническими моментами, которые способствуют ее выживанию в Арабских Эмиратах. Да? По прогрессу строительства мы знаем. Перед моим вебинаром я включил видео Анатоли Эдуардовича Яницкого. Вы знаете, очень интересная история. Интересно, как-то задавался вопрос посчитать, сколько раз за вебинар меня выбивало. Ну ладно, идем дальше. Значит, по трассе мы знаем. Трасса у нас четвертая. И еще одна по эко-дому мы тоже информацию знаем. Прекраснейший эко-дому. Я напоминаю просто информацию, как найти восстановление. Био-технология Юскай. Это наш конек Юнитера. И все, что связано с биогумусом. Помните, Антоли Эдуардович с таким... Очень с таким... Ну... Красотой с такой... Так... Сейчас меня, по-моему, подключило. Опять так, есть. Подключило. Ох, как я сегодня с тремя мышками. Значит, биогумус. Мы о нем тоже знаем. Наша разработка. И все, что связано с направлением Юнитера. И Ютера, извиняюсь, за почвенный эликсир универсальный. Мы все практически, вы знаете, вот буквально 2-3 дня... Буду ставить палочки на бумаге, сколько раз меня выбило. Интересно для самого, просто для понимания. Идем дальше, да? Мы... Как это? Нас не догонишь. Не включая на весь экран специально, чтобы не подвисало. Вдруг будет подвисать. Ну, можно попробовать. Если будет выбивать, коллеги, относимся к этому нормально. Хорошо? Значит, эликсир почвенный, мы о нем уже знаем. И... Он универсальный. Он настолько универсален и настолько красив. И хорош, что... Дальше вы пойметесь, почему я об этом говорю и с чем это связано. Я покажу фотографии непосредственно из экотехнопарка. Именно с домиков, с наших домиков, где растет... Вот видите... Вот сейчас вот видите на фотографии таких дома, да? И сверху находятся теплицы. И именно в этих теплицах мы выращиваем все необходимое для КФК Юницкий. И вообще, то есть там такая колоссальная урожайность, что специалист, который ездит на собрание... Коллеги, специалист, который от нас ездил, ездит в Марину горку на собрание, да? Он, конечно же... То есть нашу именно КФК Юницкого просто хвалит по урожайности. И вы знаете, это действительно дорогого стоит. Очень приятно, когда в таком ракурсе о нас говорят. И это все наш гумус. Юницкий Stream Technologies, мы про это уже проговорили. Про команду мы в прошлый раз с вами хорошо проговорили. Что у нас хорошая, прекраснейшая, такая сильнейшая команда. Спасибо за это Анатолий Владимирович Юницкому. И всему инженерному Костяку. Костяк. Это наша с вами составляющая такая. Ю-Сити. Юницкий кластер ленинного города. Это следующий шаг. Я бы даже сказал, вы знаете, это сегодняшний шаг, который идет параллельно со всеми проектами. Я очень много знаю о том, что именно это направление интересно. Оно не просто интересно, но... Для тех, кто вновь подключился, я буду перезагружаться, потому что сегодня Мирополис не очень хорошо работает. Поэтому мне приходится перезагружаться и ставить палочки. Я потом в конце посчитаю, сколько раз я перезагрузился. Про Юни-Сити я имел в виду. Про кластер линейного города. Это наша сегодняшняя с вами составляющая, которая очень важна. Очень важна, потому что... Ну, она идет в ногу с развитием нашей компании. И те серьезные люди, которые понимают, о чем речь идет именно в этих кластерных составляющих, они, конечно, делают... Вернее, это направление делает свое дело решающее такое. Я бы сказал так, что, знаете, как доводит от партнера или человека, который принимает еще решение, до кондиции. Потому что масштабность и такой грандиозный размах, это, конечно, с подручным Анатолем Адычем. Анатолем Адычем, конечно, потрясающий в этом плане человек. Ему большая благодарность за это. Такая очень хорошая идет проверка на выживаемость. Наш проект не потопишь. Мы идем... Ребята, буду перезагружаться, но дело доведем до конца. Информацию донесем. Да? Так, идем дальше. Так, у нас... Значит, вы знаете, вот сейчас мы все приехали из Марьиной горки. Это для тех, кто будет смотреть первый раз. Это 60 километров от Минска. Да, вот есть. Все. 60 километров от Минска. И вот я снял эту фотографию, сделал эту фотографию именно со второго этапа того дома, где находится теплица. Да, еще раз для тех, кто только что подключился, потому что я смотрю в YouTube тоже выключается, выходит, выходит. Владислав Олков, представляю Sky World Community по Бельгии, именно руковожу Бельгией. Но на сегодняшний день... Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дмазь. Какой получается этот? У меня прям цикл такой, как у слесаря взял это взял составляющую обработал ее поставил на место положил взял составляющего работал поставил прозже идем дальше меня зовут лазислав волков я значит представляю свц по бельгии и на сегодняшний день занимаю спасибо наш на этом месте надо пропустить наверное нет все таки идем значит я не буду нами включать на полный экран потому что почему-то выбивает может быть эти связаны давайте попробуем так значит владислав меня зовут и руковожу я отделом адресных проектов при свц что значит руковожу отделом обрабатываем все запросы которые поступают их очень много поступают и многие остаются без внимания поэтому их прорабатываем доводим до жизненного уровня и переводим передаем уже в юницкий string technologies это очень важно это очень важно коллеги и для тех кто желает или имеет возможность или есть в мыслях куда-то пойти каким-нибудь чиновникам имеется в виду значит чтобы не направляли свои усилия и не получилось так что проект просто ушел в ноль очень важно очень важно поэтому был организован такой отдел и в этот отдел скапливаются все запросы по адресным проектам они обрабатываются доводится до ума до офисибилити стадии до какого-то момента и уже тогда решается с головной что с ним делать этот отдел как раз вот занимается то есть я руковожу этим отделом если есть такая мысль по организации адресных проектов то нужно обращаться именно в сторону отдела значит новости вот тоже хочу заострить на этом внимание компания разработчик струнного транспорта прошла международный финансовый и аудит и у нас на сегодняшний день этот аудит есть на английском языке сейчас вот не очень хорошо видно чуть-чуть расплывчато но тем не менее он на английском языке очень много партнеров спрашивали именно западных партнеров спрашивали о существовании для тех кто имеет партнера именно на англоязычного то нужно будет вот именно этот ауди если ему такой необходимость будет если человек имеет высшее образование не знаю эти экономической желает посмотреть этот есть на нашем сайте вот на предыдущем слайде ну вот здесь внизу вы видите skyway капитал news и тогда нужно зайти вот именно в эту компанию разработчик струнного транспорта прошла международные финансовые у аудит и в самом низу там вы как раз найдете этот момент да хорошо теперь вернемся значит нашему логотипу логотип у нас очень интересный свц у нас наши дизайнеры сделали такой красивый ролик я сейчас попытаюсь его включить таких условиях но тем не менее попытаюсь да вот видите очень красивое 3d изображение с вц плавающая sky world а а а а а Продолжение следует... 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 Всем партнерам... Очень хорошо... Показали и разъяснили... Именно направление... Нашей дальнейшей деятельности... И я хочу сказать... Что для меня даже тоже... Некоторые моменты были очень интересные... Слаженная была команда... Знаете... Мы посетили... Эко-технопарк... Проехались на... Вот видите... Коллега из Белоруссии... Как раз держит... Наш красавец снизу... Проехались на нашем виде транспорта... Мы половили рыбу... И поймали довольно-таки много рыбы... Но даже не в рыбе дело... Хотя в принципе... Это тоже было удовольствие... Для тех, кто рыбак... Здесь самое главное... Было общение... Общение... Как это знаете... Проговорка или... На будущее наших дальнейших шагов... Наших действий... Мы рисовали картины... Писали картины... Вот так будет правильно... Каждый написал картину свою... Мы ее потом все рассматривали... Были завтраки на природе... Такие очень интересные... Красивые... Субтитры создавал DimaTorzok На природе... Они необычные... И необычность была в том... Что коллеги... Для тех, кто подключился... Только коллеги... Ну... Отнеситесь к этому нормально... Я перезагружаюсь... Потому что сегодня у нас Мирополис... Работает... Совершенно... Ну... Подураку... Субтитры создавал DimaTorzok Каждый... Каждый свои мысли высказал... Каждый проговаривал... Возможные... Свои... Ну... Какие-то там... Интересные... Вещи... Надумки... Такие... Знаете... Проработки... Я бы вот так сказал... Чуть-чуть... Чуть-чуть... Особенному относится Мирополис... Но... Тем не менее... Идем... Доведем до конца дела... Значит... Мы общались... И... Не только общались... С... Коллегами... Общались еще и с... Членами управления... Вы видите... Вот на этой фотографии сейчас... Евгений Кудряшов... Ирина Волкова... Владислав Волков... Дальше Алексей... Суходоев... Дальше... Надежда Косарева... Франтишек... Солар... Мы... Знаете... Разговаривали... Не просто... Проговаривали... Пути... Проговаривали... То, что сделано... То, что... Будет сделано... Проговаривали... Про Антоли Драдыча... Про взаимодействие... Что происходит... В Шарже... Как происходит... И... Конечно же... Антоли Драдыч... На сегодняшний день... Находится в Шарже... Он... Автономно... Посредством... Связи... Общается... И... Мы это знаем... Из-за новостей... И... Спасибо нашим новостям... Потом мы прогулялись... По ночному... Экотехнопарку... Посмотрели... Именно... Ночной... Подсвет... Трассы... Очень красиво... И... Посмотрели... Вы знаете... Все, что... Все, что связано с этой машиной... Вот... Эта машина... Легкая... Легкая... Образец... И... Уже... Там... Почти... Она... Готова... К... Не могу... Я фотографировал много... Но не могу показать вам все... Коллеги... Может быть... Чуть-чуть попозже... Будет... Возможность показать именно... Все промежуточные... Опоры... Анкерные опоры... Но... Хочу показать вот на этом слайде... Как аккуратно... Проложен трос... Не просто проложен... Видите... Аккуратно... На палетах... Чтобы он не доставал земли... Вот... Проложен трос... То есть... Так... Знаете... По-хозяйски... По-хозяйски... И по-нашему... Это... Это... Вот... Сейчас я включу... Подождите... Включу... Вот... Не включил этот... Вот сейчас включил... Да... Да... Вот... Вернусь... А... Вот сейчас фотографии... Наверное, эту не видели... Я вернусь все равно к ней... Да... Хорошо... Значит... Вернусь к фотографии вот этой... Которые сейчас я показывал... Забыл включить экран... Извиняюсь... Потому что работаю с... Мирополисом... Сегодня в боевых условиях... Это мы в беседке... Как раз про то, что я говорил... Здесь далее... Анатолий Люадович со своим... Со своей командой общается... Далее... Ночная фотография... Эко-технопарка... Подсвечивается трасса... Далее... Вот эта маленькая... Красивая... Двухместная... Или там... Четырехместная, по-моему... Машина максимум... Она уже... Я бы так сказал... Знаете... Промежуточные и анкерные опоры готовы... Я их сфотографировал... Я их снял в видео... Но показать по разным причинам... Не могу... И первая причина... Это то, что мы подписали соглашение... О том, что не можем... И до определенного момента показывать... Единственное... Покажу вам вот эту фотографию... Где показан... Где проложен трос... В качестве такого... По... Алло-алло... Да... По-хозяйски... Я бы вот так сказал... Анатолий Владимирович по-хозяйски... Или человек, который ответственный... По-хозяйски отнесся к этому... Видите, на палете... Лежит трос... И он идет до... Дальше... Следующий... Там вдалеке стоит промежуточная опора... Вот... И... Конечно же... Вот я хотел бы вам показать... Вот это видео... Оно как никогда... Покажет... Как... Как никто, наверное, скорее всего... Покажет... Вот... Качество... Вернее... Составляющие того... Именно праздника, который был... И... Настолько он был грандиозный... Вы знаете... Приятный... И... Звука, конечно, вы сейчас не услышите... Но тем не менее... Хотя бы... Понаблюдайте вот за... Этой... Такой атмосферой... Знаете... Такой... Именно сплоченности и команды... Команда была сильная... Мы проработали очень много... Всего... Попростывали все... Было очень жарко... Кондиционеры... И... Конечно, очень... Эти... Перелеты, дороги... И всевозможные вещи... Но тем не менее... Значит... Это видео, по-моему, есть в чатах... Где-то... Там... Где-то... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так выглядят наши сегодняшние дома, сверху теплицы, дома я имею в виду именно по направлению гумусу и все, что связано с землей, с гумусом и с выращиванием именно вот этих красивых... Посмотрите, какая классная, сейчас делаю побольше, какое количество помидор и всего, что растет в этих теплицах. То есть потрясающее количество... То есть наш вот КФК, именно наша технология показывает уникальные вещи. И здесь мы видим именно направление одно, второе, третье, там были баклажаны, доры, еще и еще, то есть и везде урожайность просто потрясающая. Но самое интересное, знаете, ласточки, ласточки просто... Под домом, друзья, помним мы это, да? То это ласточки просто так дом не выбирают. Мы помним, да, что ласточки выбирают именно тот дом, где энергетика потрясающая. Вот, и это очень важно. Это очень важно. И еще один момент, еще один момент, когда, значит, я был в городе, я увидел, знаете, такой интересный троллейбус. Стрелочкой показано присоединение к линии. Вот сейчас, видите, такая линия зарядки. То есть троллейбус ездит на аккумулятор посредством вот черненьким, видите, голубая линия. Голубая стрелочка показывает на черную такую выезжающую, присоединяющуюся составляющую. Она присоединяется, питается, пока троллейбус стоит на остановке, питается электричеством. И далее она опускается вниз, и троллейбус дальше уезжает. Классно, мне это очень понравилось. Я это видел первый раз, правда? Может быть, те, кто живут в Белоруссии, в Минске, видят это каждый день. Но для меня это было очень интересно с точки зрения... Даже перестал ставить... Перестал ставить... Алло, 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 слышно меня сейчас? Сейчас не слышно. Друзья, для меня это было новым. Алло, 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 алло значит unicorn если те кто где-то в чатах я читал что кто-то там показывал на нашу модель пятого поколения нет все как-то сегодня уже не работает интернет пошел все-таки пошел давайте покажу быстро быстро очень потому что уже вот эта форма вы знаете она не повторю это этот все-таки винар еще в следующий раз вот эта форма видите нашего юниконта именно общий вид тропического и не конта и эта машина и она конечно уникальная очень красивая она уже шоссе и кузов готов технических артистки мы сейчас не будем вот она так выглядит и это чисто эскизный концепт концептуаль и и сам уникальная и машина конечно тоже я бы сказал сказал так же пятого поколения как и эта модель который мы сейчас видим на фото на то более зоркий может он там алло алло да очень трудно конечно таких условиях работать наверно все таки будем коллеги заканчивать что еще сейчас попробую принципе осталось немного и вот там кто увидит с левой стороны в самом самом конце как раз именно та модель вот там ее видно перед переднюю часть и низкий string technologies мы посетили с коллегами слева слева направо алексей суходоев евгений кудряшов ирина волкова франтишек и я и естественно конечно же мы встречались с партнерами с коллегами с инженерами с надеждой косы обсуждали очень очень много всем всяких всевозможных моментов проговаривали о нашем будущем кстати будущее у нас очень хорошее очень много получили информации обратной и такой позитивной информации и я очень благодарен надежде надежды и коллегам то все так сложилось очень хорошо и позитивно и мы получили такой заряд энергии получили информационный такой большой пакет который вот можно как-то будет распакетировать потихонечку показывать и знаете даже я вот в этом же пиджаке решил сегодня провести коллеги вот попытался попытался раз 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 Раз, два, три Да, коллеги, будем уже заканчивать Не очень так приятно Работает, не доносится информация И хочется, конечно, донести Такую прям полную информацию Без остановок и без колебаний Сегодня у нас, конечно же Мирополис работает Не очень хорошо Поэтому в заключении Хочу вот сказать, что если наше поколение Не сделает невозможного То нас ожидает немыслимое И это верно И я к этому подсоединяюсь И до следующего раза И я, наверное, скорее всего, на следующий раз Перенесу именно эту презентацию И попробую повторить вам Тот заряд энергии И ту информационную составляющую, которую я хотел донести Потому что сегодня Сопротивляется Мирополис Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять 15, 17, 18 22 раза я сегодня перезагрузился Так что, друзья, это рекорд Это рекорд на книгу Гиннеса Коллеги, все Я с вами прощаюсь И до следующего раза Спасибо за внимание И всем счастливо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Игорь Негода Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому